а здрасте всем привет уленьки у нас тут фар менеджер продолжается в общем то походу вам зашло таки поэтому посмотрим что будет дальше в общем то работа у нас на полях пока что идут тут будет опрыскивание тут будет еще всякая фигня везде все растет через 40 через 92 дня соя вырастет хорош через 93 и через 56 дней кукуруза в общем то техника есть тут сами пацаны все будут делать также у нас тут производится потихонечку рыбка форма вроде как пока что хватает на складах вроде тоже все пока что есть мы там закупили 500 килограмм надеюсь этого всего должно вот хватить до того момента как мы урожай соберем вообще уже кстати по 1000 килограмм у нас рыбки это за 5000 можно продать но давайте ладно пока не будем вообще наверное в первой серии кстати не показал такую штуку как прокачка прокачка курсы которые и надо выбрать что нить уже начинать прокачиваться тут в общем то курсы можно проходить они в общем то дают только какие-то плюхи например повышает скорость производства 10 15 20 процентов и так далее то ли что-то открывает то ли уменьшает на что-нибудь цену в общем то это все дело полезно проходить надо будет этим заняться вообще кстати вот годовая сельскохозяйственная школа это вот одно из первых что вот прям надо проходить потому что во первых много чего открывается хотя в этой версии вот сделано вот это вот можно запутаться тяжело понятно что надо открывать что зачем идет хотя вроде как и понятно ну ладно я в общем то еще обмазгую или давайте посмотрим что нам вообще надо на самом деле очень и на то есть из того что доступного скорость производства 10 процентов не горит дает доступ к зданию ветровой установки не сильно надо хотя тут 2 207 дней вместительность складов на 10 процентов пока что в принципе тоже не надо цена машин на бирже я не знаю будем ли мы еще что-то покупать вроде весь комплект купили 10 процентов не такие деньги хотя можно будет тоже пройти хотя опять таки вот стоит пройти потому что открываются все вот эти вот остальные тут повышает минимальную цену продуктов и урожая на 30 процентов так что наверное надо это тоже проходить уменьшаю щита на 2 процента кстати полезная штука долговечность машин тут в принципе пофигу поскольку у нас свой механик который едет и все чинит работоспособность работников на 5 процентов можно пройти три дня давая школа вот это вот тоже то что надо и позволяет на месте 50 работников пока что точно нам это не надо давайте начнем с этой вот три дня хотя кстати можно и подождать три дня довольно быстро пройдут прям очень быстро бегут эти процентики что еще можно пройти такое на подольше да можно продолжительностью за 6 500 вполне себе можно вот эту штуку пройти чё там 87 процентов давай давай быстрее на самом деле вот эту годовую сельскохозяйственную школу не хочу потому что 100000 стоит у нас пока нету стабильного дохода короче вот 20 дней проходим если я услежу когда они пройдут увы напоминалку поставить нельзя ладно я чё вообще хотелось сегодня еще сделать какая мысль мне пришла я хочу поставить пасеку не знаю правда куда надо что-то мне захотелось еще медом побаловаться можно вот сюда в принципе поставить а здесь сделать поле например с гречихой какой-нибудь маленькой выращивать еще гречиху чтобы у нас был гречишный мед например как вариант а можно вот здесь например тоже поставить вообще две пасеки мы поставим давайте начнем с дома пасечника оставаться вообще дом наших работников дотягивается сюда вроде должен дотягиваться оставим вот так вот две пасеки они совсем niedорогие отпускай не строятся по 100 как они построились давайте на паузу нажмем в общем-то вот что у нас есть по меду есть многоцветковый мед это вот такой вот есть и рапсовый мед есть гречишный мед гречишные вроде как самый дорогой поэтому имеет смысл посадить здесь поле с гречихой пускай они выращивают каждой нашей пасеки нужно поставить такие вот улья так хочу здесь нельзя ну ладно по 10 штук можно сделать на каждую пасеку чушь как неудобно это получилось однако ладно 10 штук с распихаем как тоже знаете ли зона действия есть вот 10 штук и вполне нормально нужно нанять еще двух работников сюда погнали их наймем трудоустроим и опять-таки пасечники есть тут такие вот пчеловодство есть никодим харитонов и владимир капустин разрешить работу вручную разрешить работу о это обновление кстати было почти каждый день на эту игру обновления появляются всякие штуки добавляют прекрасно короче давайте вот этих вот двоих мы назначим и вообще кстати это те люди кого можно было бы даже и переименовать на пасеку почему бы не знаете два брата акробата первый будет роман булкин вот так вот а второго сделаем тоже романа роман съедорог у нас будет в общем-то пускай занимаются пчелами и вы поняли и кажется это вполне логично что они будут пчеловодами вот в общем то по сути дела здесь все и да надо небольшое поле вот такое мне кажется вполне себе подойдет для того чтобы тупо выращивать здесь гречиху семена гречих его пойдет и навозиком пожалуйста это все дело удобряйте и проведем еще сюда дорогу потому что поле должно быть с дорогой не знаю кстати как она тут будет работать поедут ли здесь на технике работать теоретически до поедут на технике чем можно было бы и руками 18 менеджере можно было знаете отправить 20 человек на большое поле что по ней там скуль тяпками какими-нибудь поле пахали здесь видимо будет так единственный косяк то что нельзя вот это поле оставить ну то есть вот она созреет и они сами приют его уберут а мне например это не надо мне на этот урожай как бы пофигу поэтому как то вот а вот кстати знакомьтесь вот это вот рома сидорук и булкин х что он за зарплату сократите а кстати да в этом сам работников еще и прокачивать можно поэтому давайте им пчеловодство вкачаем по максимуму во имя ачивку сразу дали хороший работодатель кого-то надо было вкачать я еще этого не делал короче пчеловоды давайте и выносливости тоже вкачу тратим деньги пацаны я вот в вас верю чтоб вы работали на меня до любые курсы все как хотите все для вас делаю ну и что у нас теперь мед пока что только многоцветков у нас собирается мед кстати довольно таки дорого стоит понятно что у нас его 20 литров его собралась могут по 15 долларов за литр соберем тонну 15 штук как с кустам гречишны получается еще дороже будет например его покупать он по 34 доллара но это покупать вроде как покупать и продавать разные цены а мы кстати это сейчас и проверим у нас есть многоцветковый мед по 1565 а если его покупать то 20 понятно покупать дороже чем продавать это это в принципе логично ладно тут нечего спорить так что у нас по рыбке рыбка у нас потиху тут делается 24 дня осталось созревание кукурузы тоже все хорошо все в принципе неплохо по факту ждем пока урожай будет или там не знаю в минус пока уйдем потому что опять таки вот я уже говорил что игра вот куча гринда есть которые вот сейчас нам например делать особо нечего можно продать рыбу которая уже есть можно продать мед но это на данный момент бессмысленно кукуруза насколько я понимаю кстати сможет вырасти еще один раз потом то есть уборка будет через 18 дней так у нас эти курс завершён можно даже пойти посмотреть чем еще пойдем учиться она вырастет и и соберут у нас времени до зимы еще 193 дня ответственно скорее всего ее посадят еще раз если какая-то лишняя кукуруза будет мы сейчас посмотрим сколько там требуется нашим рыбкам хватит ли этих полей чтобы год обеспечивать этим всем делом если будет лишнее оставаться то это дело можно будет без проблем продавать не вижу в этом ничего такого надо друзья фармить бабло на самом деле я хочу обновить во первых домик это 100000 что это во вторых наверное давайте мы эту сельскохозяйственную годовую школу пройдем и забудь потому что она годовая мало ли чё потом еще понадобится 100000 короче погнали закончится только 16 0 6 22 года а кстати мы в будущем уже а начинали мы в марте марте 21 ладно это все неважно это я так херню несу сколько у нас там осталось 12 дней давай уже кстати нашу рыбку которая тут собралась уже за 20000 сумме можно продать и мед есть вот кстати гречишный появился он немножко дороже а пока я ничего продавать не буду знаете я люблю вот такими большими объемами все это дело хотя маленькими тоже будет потому что настанут моменты когда нужны будут копейки будем на что-то собирать а кстати созрела кукурузка поэтому сейчас вот будет уборочная проходить вот тут это все довольно быстро проходит давайте даже скриншотик на разделаем как раз видите на заставку который пошел вот такой вот красивый скриншотик в общем то они здесь так как-то выйти отсюда все это довольно просто убирается сейчас он это отвезет и мы посмотрим сколько кукурузы у нас здесь собралась она сказать и уведомлялка приходит что урожай собран 6 тонн должно этого хватить остальные поля у нас созреют только через месяц 32 и 33 дня отлично соломы с кукурузы никакой нету поэтому сразу это все дело перепахивает остальных культур по моему солома еще будет он ее тоже будет собирать можно в принципе уже даже подумать как бы упарываться в животных наверное начнем с коровок или в следующем сезоне мне не очень хочется ставить вот эти вот маленькие загоны для животных хочу сразу ставить большие а для этого надо пройти кучу курсов которые я вот вам показывал временем уже мед она собиралась и рыбки тоже собирается ржи и сои у нас осталось довольно мало 144 146 килограмм но на месяц этого должно хватить я по крайней мере надеюсь чуть что в принципе купим еще это тоже не проблема а вот поле кстати уже полностью готова к посеву уже и он даже удобрено и возможно сейчас какой-нибудь валерончик поедет и засеет его опять кукурузой эти поля вряд ли у нас по два урожая в год будут давать нет он не будет сесть кукурузу серьезно идет посадка написано а у нас семян нету и они ждали пока привезут семена все правильно или сейчас ждут пока привезут семена короче они ждут семена а он уже сеет я этот момент даже где-то профукал ладно короче да у нас будет второй урожай кукурузы не проблема там кстати сверху если купить землю есть тоже ферма и тут все можно будет в принципе починить но если мы будем эту территорию покупать я скорее всего это все посношу в компании было примерно то же самое все это посносим потому что но маленькие вот эти вот коровники не хочу хочу сразу большие но нужны курсы в любом случае сначала годоваясь хозяйственная школа и начать таких коровок поставить маленькие коровники сколько они там стоят молочко так то тоже тема небольшой сарай это у нас тут козы овцы вот небольшой свинарник малый коров 10 тысяч стоит у нас сейчас деньгами есть некоторые проблемы хотя мы можем рыбы продать уже заработать себе на коровник на коровок они будут давать нам молочко но для коровок нужно будет еще ставить силосную яму чтобы сила сделался нужно будет поле с травкой что-то они там еще жрут по-моему они свеклу жрут специальную кормовую то есть по-хорошему надо к ним готовиться если по фэн-шую так то можно тоже все закупать будет молоком это все дело отбивать по факту но хочется сделать чтобы все было красиво гречиха через 34 дня тоже созреет ее тоже убирать будут еще друзья знаете что наверно можно сделать можно посадить какой-нибудь маленький садик в этом году деревья конечно уже не вырастут точнее они вырастут но плодоносить не будут но в целом там всякие абрикосовые вот эти вот сады всякая эта фигня тоже очень выгодная херня можно например вот здесь усунуть еще сад 10000 может и правда правда техники еще немножко докупить надо будет садовой но в целом можно и забубенить черт я не хотел ладно отпустили значит будет у нас сад что мы здесь будем сеять а можно кстати выращивать еще много всего сбор несколько раз в год например малина и многолетняя растение то есть она зимует его не надо будет сажать тоже хорошо вишневое дерево тоже неплохо тут написано ожидаемая прибыль от урожая можно выбрать самую большую и радоваться радоваться жизни семя арбуза можно выращивать арбузы даже короче всего много или потом замутим друзей ладно давайте здесь посадим клубничку не знаю почему хочу клубничку есть косяк в том что но нам может не хватать работников на ее сбор потому что клубника наверно вручную же собираться по крену узнает ладно посмотрим никогда не в рай обычно в теплицах это делаю чтобы круглый год теплицы друзья потом поставим короче у нас 58 тысяч остается что не так недостаточно работников на поле 2 соя убрано а у нас сейчас трактор занят 100 с тракторами проблема они зачем нам трактор у нас два машиниста только вот чем проблема нужно нанять работника в принципе тоже не проблема x нам нужен который катается машины животные давай мы тебя берем у нас 78 два поля созрели короче сейчас пойдет здесь полным ходом уборочная пускай убираются да довольно примитивно здесь это все выглядит но вы знаете пойдет то у нас там по складам осталось у нас чё то и осталось но по 60 килограмм всего осталось сейчас добавится так что факту будем считать что мы обеспечены нашим кормом для рыбок не проблема и окс урожай собран рожь тоже 6800 принципе неплохо ну и ждем пока еще уберут соль а еще тюковать да тюковать и все будут собираться возможно в этом году они уже сажать не будут хотя до тридцать четыре дня до зимы может и посадить так что у нас здесь возможно у нас не хватает какой-то техники классно сажалки нас не хватает давайте купим сажалку поддержанную на 41 процент места на парковках у нас в принципе есть это занято да это занято значит его сюда поставим будет нормально чем так часто приезжает даже штуку чинить а но я в принципе это часто пользуются поэтому все нормально так стюки собраны он уже будет готов ехать пахать и собрано у нас соя собрано 4800 получилось хорошо пойдет короче тут у нас принципе все нормально еще есть 46 тысяч денег возможно уже сейчас будем чинить продавать мне больше всего интересно посадить ли они второй раз сейчас сюда рожь например то есть успеет она до зимы вырасти или не успеет но там вроде меньше 120 дней было так что в теории должны будут успеть ну и плюс еще кукуруза скоро вырастет вообще наш урожай кукурузы за сколько мы можем продать за 5000 можем продать не так уж и много хорош чуть подороже получилось а соя еще чуть подороже ладно но урожай не хочу продавать нам все равно надо это на корм рыбам да идет посадка здесь так что они на второй раз за год успеет вырасти но здесь пока посадка понятно не идет потому что сейлка занят как минимум что у нас здесь не хватает удобрено недостаточно работник но тоже сажалка это чё недостаточно или тут же другая сажалка используется работники есть трактор есть что не так или здесь нужно много людей а на посадку боевозможно свободных вообще 0 102 дня растет так тут у нас тоже все вырастет они гречиху собирали ёшкин кот вот почему людей не хватало и и сажать видимо не будут до маленькое поле ну ладно а еще клубника в доставке еще не привезли уже заказали но еще не привезли это самая рассада интересные деньги за нее списались ли я прав около этот момент рассада вообще удовольствие дорогое чё у нас собран урожай гречиха 180 кошмар но это все ради меда если они еще не посадят то блин ее смысла здесь держать то нету на самом деле может все время пчелы будут с другими растениями из гречиха не играются долг если кто знает как вырубить чтобы убирали ее я буду вам признателен есть конечно способ я не знаю этот прицеп куда-нибудь это гнать чтобы не доставало они не могли просто убраться здесь но этот способ меня скажем так не очень устраивает а чё не везут мне клубнику доставки но до сих пор не привезли а вот кстати наверное привезли и денег сразу стало очень мало для другой стороны у нас тут третье число видимо где сейчас списание какое-то было ладно не собираются не сажать клубнику и возможно нужен еще народ и по чтоб на сажалке работала там два человека условно подождем пока освободятся о гречиху кстати садят отлично быстро вы однако молодцы вжик-вжик туда-обратно и все хорошо пускай растет соответственно мед нам будут добывать еще и гречишный так ну что есть три работника во работе да еще один поехали сейчас поливать шим на хрена поливать дожди на опрыскал какой-то фигней ладно так три работника до свободных ну что поедете сажать клубнику не опять куда-то поехал блин ну давайте трудоустроим еще кого-нибудь выносливого просто пиздень как будет четыре свободных типа один на тракторе и два на этом сам три даже сразу три на сажалке что-то где-нибудь в описании написано он даже еще не сцени приехал сих пор но пока цена того работники до 3 работника должно быть на них для полноценной работы требуется три работника вот так и тракторист еще плюс во все пошло у нас клубничка пошла посадка вопрос сколько людей требуется для сбора нас возможно столько нету придется ставить еще одно здание а денег на здание тоже нет я вот миллион потратил вопрос на что на следующий сезон можно кстати будет здесь не сеять вот эти вот растения поскольку мне кажется жрачки рыбкам хватит уйма можно будет очень дорогое посеять тоже зерно какой-нибудь но подороже потому что еды вроде всем должно хватать ладно давайте мы на этом эту серию закончим опять таки от вас зависит будет ли продолжение просмотра лайкусики и комментарии если сильно все это дело обваливается карьера уходит спонсором спонсором огромнейшее спасибо за поддержку в очередной раз говорю у нас пришла осень так вот да спонсором еще раз огромнейшее спасибо за поддержку и в общем то у нас тут опять пошла урожай уборочка да в общем то человек говорил блин я все сбиваюсь смысле да всем огромное спасибо за просмотр а им был никита дела и всем пока ки